люди панических атак все глубоко задуматься отвечала жак фреско своим ученикам задумавшись сам вот например существовал хорошо скажем так не существовал а есть при такие вот примеры легенд или есть такие древние не не счет древних полушка чистки тушка да и чувак минячок наварничок нет есть но это тоже есть есть не знаю просто слово подобрать как вот например миф о сука я помню прометея или танка или сфере то что они выражены таким сердцем что-то кто ты я не очень-то разбираюсь я могу ошибиться что в общем книги человека вырубал свое сердце и божество и светил им им путь для толпы людей которые умерли бы в лесу они все побежали вперед и растоптали его из это тарелла в сердце и спаслись сам он остался топтаном в грязь ногой пример так называемый падший ангел который упал с небес и испытывал такое из-за то что из-за того что он возгордился но там также сказано что он по некоторым данным по некоторым данным что он испытывал сильное сочувствие к людям то есть он плакал страдал видя сострадал людям вот представь великой великой великий падший ангел который называется люцифер какой эти ассоциации вызывает он представь что он плачет и страдает вместе с людьми и вот смотри и и и на его например иисус он постоянно жил тревоги молил бога о том чтобы тот спас от спас его от капканов оставленных вокруг него и он сострадал людям пытался им помочь он знал что его ждет ужасно но знал что делает это ради блага людей так причем люцифер после того как и что иисус пострадал что люцифер после того как дал дал людям свет страдал был прикован там и страдал его клевали то есть ему это то же самое что человек это то же самое что примерно как сейчас будет глупый пример прошу прощения затронул такие серьезные темы но это то же самое что приходит я просто точно не помню меня простите дамг или приметей или люцифер вот приходит и дает свет людям дает какое-то добро что-то что полезное приходит какая-то тетка вызывает ментов заставляет уничтожить этот свет затоптать они обещают забрать заявление если он свет будет все уничтожено хорошее как только это уничтожено и перед ней даже он смиренно извинился как спокойно нормальный человек то есть но не агрессивный изначально она с особой с особой жестокостью настояла на том чтобы она понося и угоржая этому человеку понося все равно заставила чтобы его увезли наставила чтобы в заявлении и увезли и наказали особо сильно и он садится в будку ну в эту полицейскую машину только молодой взрослые полицейские молчат молодой говорит что какая мерзкая тетка что она просто понты кидает и ты ничего плохого не сделал что выглядит она на много лет старше чем есть это реально он так говорил молодая полицейский что у нее просто муж там владелец этого байкал то ли байкал то чего байкал вот это развлекательный комплекс поэтому понты кидает такие там он на заниженные приори ехал на заниженные приори и он как бы там чуть-чуть сразу с ножом с кинжалом кидается может ну как бы а полицию если что когда человек на заниженные приори кидается ножом на того кто дает свет людям или на простого русского человека они просто смотрят и ждут когда совершится преступление чтобы потом условно и дать как сказать ну пожалуйста помягче мы понимаем да ну сам действительно упал головой на кирпу сам действительно себя спровоцировал он действительно сам нарвался на грубость мы понимаем понимаем только пожалуйста нас не надо он а если он бросится на них с кинжалом то они будут отходить в сторону пытаться вернуться лишь бы если они утром то они как бы пойдут это в тюрьму вся вот если они просто его пальцем тронут ну как бы ну или ее сиборна на них кинулась таковы и порядке у нас стране в общем и увозят и как бы все это в этом всем в этих двух примерах есть абсолютная совместимая логика и единая логика и они подобны друг другу что толпа растоптавшие того кто сердце вырвало светил им этот остался топом клясть ногой они спаслись что данка что этот принятые что люцифер что иисус и и вот я считаю что с этим связана природа с этим есть и связь к когда я в том что выбить объяснить что такое природа панической атаки или тревожного расстройства сказать когда тебя тревожное расстройство она происходит когда ты задумывал просто вот у тебя мозг а отвлечен от окружающей суеты то есть представим что наш мир он искусственный и ну он реально похож как я снимал видео на видео вот реально разве не похоже что это просто искусственный мир какой-то сделанный вообще хрен знает кем и там просто населён искусственными как бы людьми которые просто повторяют одно и то же движение зацикленное существами там просто ужасный мир какой-то кошмарный мир как будто в котором ты застрял и в котором просто ты бесконечно пребываешь офигеваешь мягко говоря от этого это и там этот мир населён одинаковыми людьми одинаково вообще просто одинаково они просто одинаково как бы как не обращают на тебя внимание ну как бы сказать если ты что-то необычное делаешь там рисуешь не луками то они сразу кидаются и разрывают тебя на куски если ты не все конечно а некоторые просто как ну боты просто обычно они просто вообще не обращают внимание у них лица очень угрюмые и очень так жутко еще и это блин это самая ужасная картина которую только можно представить как в городу идешь и там мелкий пацанчик ездит на самокате это просто вообще и у него он так сосредоточен на нем смотрит это не знает на самом деле человек без сердца человек без без чувств он может просто не обрететь внимание на это но тот кто чувствует тот кто имеет сердце он глубоко может это почувствовать задуматься и это впечатлить его настолько сильно и это правда будет потому что это просто поразительно это просто ужасно ужасно поразительная вещь я не знаю шедевр экспрессионизма эдвард бунк вся разница лишь в том да он испытал этот ужас но вся разница лишь в том маленькая такая разница что не в россии он родился не в россии поэтому как он посмел испытывать ужас такой это вопрос еще неизведанный то есть представляешься бы он родился вот здесь видел то что я вижу там какие картины бы он рисовал что бы он испытывал ты подумай задумайся think about и вот если бы ван гог родился здесь какие бы он картины писал ты задумайся об этом или какой-нибудь ну еще кто-нибудь там просто он рисовал вот эта вот картина как я не знаю ни в одном фильме ужасов или тревожных триллеров где тревога там накладывается где мрачная такая атмосфера это похоже как на сайлент хилл где ты идешь идет там чел там все весь город вымер там знаешь и голос такой как из чернобыля там вдалеке эхом ничего не слышно женский голос такой громкоговоритель там это ребенок на ну пацанчик на ну какой ребенок пацанчик какой-то скутере просто так гоняет фанатично и он смотрит вниз так и серьезно так быстро так гоняет это самое ужасное это это самая тревожная сцена которую только может может только 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 действительно маэстро действительно гений может снять фильм где такую сцену показать по моим мотивам которые я снимал посмотреть мои ролики я хожу по городу и снять по мотивам этим фильм чтобы на зрителя так 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 искусно чтобы если я был режиссером я бы снял такой фильм чтобы сцена где он ездит на зрителя произвела такое ужасное впечатление полное одиночество ужаса вот то я не знаю кошмар но 5 лет это были бы россияне конечно потому что не знаю на кого бы это подействовало на кого кто может чувствовать ну ладно кто может сопереживать так сильно и чувствовать вот эту вот тревогу грусть казалось бы россияне должны чувствовать что-то вот они смотрят эти фильмы этих бандер Чурков и прочих ходят свадьбы эти какая-то свадьба называется фильм безумная свадьба или что-то просто поражает потому что вы не страшная звезды так смотри человек который задуман ну то есть вот я тебе накидал эскизы и вот сам думай насчет природы панической атаки тревожного расстройства когда ты чувствуешь ужас перед этим миром ты чувствуешь загадку перед этим миром ты не можешь найти ты не знаешь задумываешься когда человек задумался о том я считаю ну Жак Фреско я Жак Фреско считаю когда человек задумался о том чего он создал он испытал ужас просто даже подумай вот ученые говорят что вот представь человек который занимается любовью или камни там оттачивать или просто сидит банан ест на ветве а рядом задумался о том что о мироздании и все такое он испытал такой ужас панический ужас потому что он задумался что он сердцем чувствует он задумался он отвлекся от обыденности вот этой вот от повторяющейся мелкой обыденности и ему стало страшно неужели это самое худшее что только может быть рождаться постоянно в этом мире и повторять одни и те же ритуалы ну в привычках ритуалы ужасно это ужасно это кошмар это просто ужас неизмен неизмен тюрьма ничего не меняется где тот кто дарит дарит свет того таптывают в грязь ногой и где тот кто несет учение доброе того постоянно в тревоге молится плачет и все равно распинают вот вот эта ситуация с иисусом она действительно похожа на эту ситуацию она настояла она обещала что если вы если вы поиздеваетесь с ним то есть заставите стереть пейзаж она еще поиздевалась то она откажется но она даже после этого все равно сказала распните его то есть забрать его в эту в тюрьму посадить с особой жестокостью то есть вот то же самое что она сказал смотрите этот человек получил свое наказание что нам с ним делать распни его вот примерно та же самая ситуация была фактически та же самая и это когда когда ты испытываешь вот это вот тревожное расстройство или паническую тихую паническую атаку ты это связано это знак равно ты задумываешься о глубоких вещах неразберем 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 и тебе кажется что то как они объяснили этот мир это совершенно недостаточно вот например кто-то ученые объяснили мир тем что он даже то как ученые вести мир это тоже может вызвать ужас ужасную панику у человека что миря не ряды этих планет повсюду кружат в бесконечном мраке это же просто ужас вот представь миряда гигантских не просто гигантских а невероятных планет просто не паническая так ужас какой-то ты внутренний такой холодок испытаетесь ты можешь это представить первый раз когда это просто это нужно что ты слышал это говорит тот чел это дугин говорил я ночью слушал фоном я представил это показалось чем-то это жестью даже если просто представить описание планет ближайшие наши сонки системы это вообще-вообще ужасно что-то нептун плутон про нептун прочитай это ужас какой-то ты оказался там что бесконечно там падаешь туда вглубь это ужас ну например описание что мир подкупом сверху вода снизу вода и его жизни солнце луна летают над над куполами и все осознанно тоже задуматься это просто кошмар все просто задуматься любая если сильная задуматься над чем-то это становится страшно это ужасно о том о том что это можно назвать какой-то трудности но на самом деле это мыслительный процесс который может к чему-то хорошему привести то же самое что сказать трудность человек пытается что-то изменить жизнь что-то пытается понять подумать а не просто как зацикленные бытовыми этими делами отвлекается на все на что жизнь проходит вот она природа панической атаки но это по-моему моего субъективного мнения особенно это способствует тому обществу которое ну в котором мы родились холодно темно кризис где государство помывает мозги где закрыты все границы где больше 50 процентов браков этого развод где женщины мужчины пьют а женщины ну такое существует мнение самих россиянок которые уехали из России очень истерично они так говорят не 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 они Продолжение следует...